Приветствую вас, если в двух словах описывать то, что с вами происходит, то можно сказать так, отрыв от собственных чувств, отрыв от собственных чувств, и я бы сказал, значит, стремление угодить другим людям, значит, боясь не оправдать ожиданий чужих, вот. То есть, как бы, это вот два момента, которые вам можно высказать прямо сейчас, да, то есть, прямо по факту. Вот это то, что с вами происходит. Вот, и это, соответственно, невроз, мы можем назвать это неврозом, вот. Я так полагаю, да, вот, и невроз это, соответственно, подавленные желания, вот. То есть, я, конечно, не знаю всей картины, да, вот, всего, что с вами происходит, я знать не могу, но думаю, что так. Так, истерика, это, по сути, вот, такая, знаете, отчаянная попытка получить внимание к себе. То есть, истерика, да, истерия, истерия, это, потребность, желание получить, получить внимание, внимание. Ну, можете сами почитать, что такое вот истерия. Итак, значит, все началось, когда мне было 22 года, я переехал в Москву учиться, поступил в магистратуру, в ВУЗ, с которой мечтал о том, что все было бы достаточно прекрасно, но нет. Во-первых, в Москве со мной случилась первая истерика. А из-за чего истерика случилась? То есть, ну, что произошло там? По факту. Что было? То есть, если случилась истерика, да, если произошло, что-что произошло, да, вот, что у этого же наверняка какие-то, ну, причины должны быть. И что это за причина? Ну, что вот, просто так, ни с того ни с сего случилась истерика? Вряд ли. Были ли у этого причины, причины, ну, у истерика? Да, были. Однозначно были причины. Вот. Какие причины именно? Это уже вопрос. Это уже вопрос. Но причины были. Вот. Раскрыли вы их себе? Эти причины? Скорее нет, чем, да, я так думаю. Ну, ну, я так вот, подозреваю, да, что скорее не раскрыли, потому что вы ничего не пишите об этом. Обычно, как происходит, обычно, вот, обычно, как происходит. Люди, значит, сперва описывают своё состояние, да, то есть, что вот со мной случилось, что я почувствовала, вот, и только потом уже говорят о том, что произошло. Ну, я имею в виду о том, что случилось, вот. А вы сразу говорите об истерике. Вот. Сразу говорите об истерике. Знаете? Какая история. Ну, и вот, собственно, причина-следственная связь, да, здесь. Но она нарушена. Потому что зверика это следствие. Это не причина. Первая причина, она другая, она в другом. Так, значит, я сидел в коридоре университета буквально рыдал, а я говорю, что хорошо пусто было. Вот вы говорите, что хорошо, что было пусто, а я считаю, что было плохо, я считаю, что было плохо, что было пусто. Потому что, если бы было не пусто, если бы вас поддержали, вы бы получили обратную связь от того, что с вами, ну, произошло. Вот. И, возможно, получив обратную связь, возможно, получив обратную связь, вы бы так уже не реагировали бы. Возможно. Хотя, понятно, что тут, как бы, сейчас мы можем что-то только гадать. Вот. Вопрос к вам. Почему хорошо? Да? Почему хорошо, что никого не было? А что такого вот страшного и плохого было бы, если бы кто-то был? Опять же, да? Вопрос к вам. Ну, вот вопрос, который, например, меня волнует. Ну, у вас истерика, да, вам плохо, вам вы переживали, но что плохого в том, чтобы вас кто-то поддержал? Или есть какое-то недоверие к людям, например. Или, может быть, что-то еще было. Понимаете? То есть, вот этот момент, этот момент, его тоже нужно рассмотреть, его тоже нужно разобрать. Вот. Ну, не может быть на пустом месте такой реакции. Понимаете? Не может быть на пустом месте такого проявления. Ну, то, что вы, соответственно, значит, боитесь осуждения других людей. Это очевидно. Да? Вот. Но по какой причине вы боитесь его? Чего именно вы боитесь? Это важно. Дальше. Дальше. Идем. Так. После этого я рыдал в общаге еще месяца три. А от чего вы рыдали? То есть, по какой причине вы рыдали? Опять же, непонятно. Какие были чувства у вас? Какие были чувства у вас? Тогда, когда вы рыдали? Ведь были же какие-то чувства, я уверен. Вы же от чего-то рыдали? Понимаете, да? Вот. Вот. Так что здесь вот тоже нужно это выяснить. Так, потому что бакалавриат я заканчивал тоже не дома, но только в другом городе, ага, тоже далеко от семьи. Тогда адаптация прошла как-то совсем так болезненно. А в чем сложность, вот скажите, в чем сложность адаптации для вас конкретно? То есть, вы слишком привязаны к своим родным или что? То есть, как бы вот, в чем сложность адаптации? Вы плохо находите общий язык там, допустим, с другими людьми, может быть. Или что-то решил? То есть, в чем конкретно, в чем конкретно ваша проблема, опять же? Дальше. Я решил это, потому что я скучаю по своим университетским друзьям по привычной обстановке и со временем должно пройти. А вы реально скучали по своим университетским друзьям? То есть, ну вот, по факту-то, что было? Именно по факту, что было? Реально вы скучали по своим университетским друзьям? Реально вы переживали по ним? Вот. Или тут что-то еще? Может быть. Понимали? Какая сторона? Вот. То есть, давайте мы с вами вот этот момент как-то проанализируем. Есть сложность? Сложность. В чем она заключается? Если есть сложность. Так, потом к этому разочарованию присоединилось полное разочарование в учебе и магистратуре вообще. Опять же, я не очень понял. То есть, вы перескакиваете с одного на другое. Ну, как вот мне это видится, по крайней мере. Ага, вы перескакиваете с одного на другое, потому что вы говорите, значит, разочарование. К этому разочарованию. А в чем было разочарование? Конкретно, ваше. От чего и из-за чего разочарование было у вас? От чего вы ожидали? Тогда. Опять же. Ну, то есть, если вот, если у вас было разочарование, значит, вы чего-то, ну, другого хотели. Наверное. На что-то вы рассчитывали? Рассчитывали. Другое. Наверное. А на что вы рассчитывали? Вот. Что не оправдалось? Какие желания не оправдались? Знаете? Какие, может быть, не желания, а, может быть, потребности какие-то не оправдались? Понимаете? Вот. То есть, это вот то, что нужно, опять же, ну, проанализировать. Вот. Понимаете? Какая история. А то, как-то это все очень, ну, поверхностно. Понимаете? Вот. То есть, не улавливается какая-то вот единая такая, ну, структура. Структура. Дальше. Так. Полное разочарование в универе и магистратуре вообще. А с чем связано оно? Я постоянно думал, что просто теряю время. А время теряете на что? То есть, а, почему возникло такое чувство, что вы теряете время? То есть, вы уже не хотели учиться там? Или как? Вам уже не было интересно это делать? Или как? А по какой причине вам, вам, ну, вот, было неинтересно это делать? На что вы рассчитывали? Опять же. Дальше. Не уйти я не могла, потому что мне было стыдно. Стыдь это сравнение себя с другими. С другими. А, Наташа. Как часто вы себя сравниваете с другими людьми? Так. Значит, дальше. Эта магистратура была полностью моим выбором и моей мечтой. Родители поддержали. И я вот так обманул их вклад и ожидание. Смотрите, ну, здесь сразу к вам несколько вопросов. Родители поддержали вас, чтобы что? Чтобы вы были счастливы. Да? Само-само не думали, что это сделать вас счастливыми. Вот. Ну, я что-то вот, знаете, не заметил, что вас это сделано счастливыми, да и вы, наверное, тоже. Так что, где-то родители, как минимум, просчитались. Вот. Ну, в силу того, что вы, вот, несчастливы, да, это у вас истерика. Понятно, да? А, дальше, дальше. Значит, да, это был ваш выбор, безусловно, это был ваш выбор. Но вы свой выбор можете поменять. Выбор не панацея, в этом смысле слова. И почему выбор должен быть постоянным, если честно, для меня непонятно. То есть, ну да, это был ваш выбор, это была ваша мечта. Хорошо, хорошо. Но если так сложилось, что вам это не нравится, то почему вы должны этим продолжать заниматься? Из-за родителей. То есть, уже не, получается, уже, уже получается не для себя, да, а только исключительно ради родителей. Получается. И, опять же, возникает вопрос, и кому от этого хорошо, кому от этого лучше. Вот. Дальше. Опять же, родители, да, они вкладывались в вас. Да, они вкладывались в вас, это да. Но для чего они это делали? Чтобы вам было хорошо. Они это делали, чтобы вам было здорово. Если вам не здорово, то нет смысла в их уложениях. Понимаете? А иначе они это делают для себя, а не для вас. Далее, далее вы пишите про то, что, значит, я обману их ожидания. О каких, простите, ожиданиях идет речь? То есть, какие могут быть ожидания, да, если вы это делаете для себя, родители, поддержали вас и внесли вклад по собственной инициативе, разве нет? Вот. А то, что сейчас происходит с вами, вот. То, что сейчас с вами происходит, как вы думаете, родители этого хотели? Я думаю, вряд ли. И вы понимаете, что вряд ли. И вы понимаете, что вряд ли родители этого хотели. Ну вот, того, что происходит сейчас с вами. Так вот, и вопрос у вас возникает тогда. Что вы делаете? И почему это? То есть, в этот момент вы перестали ориентироваться на свои чувства. В этот момент вы стали ориентироваться на чувства других людей. То есть, стали брать на себя ответственности больше, чем способны выдержать. Грубо говоря. Вот. И, собственно, вот. Собственно, вот отсюда и трудности у вас. Именно отсюда. Именно по этой причине. Когда вы решили терпеть, да? Вот. Вы терпели уже, вы перестали жить для себя в этот момент. А вы стали жить исключительно только для других. Ну, то есть, для вот, например, ну, в частности, для своих родителей, например. Отсюда и проблема. Отсюда и трудности у вас. Вот. И вот это нужно обратно консолидировать. То, что у вас не консолидировано. К сожалению. Сейчас. Дальше. Так. То есть, мне не могла уйти. Могла. Но не хотела. Я решил просто терпеть два года. Зачем? Зачем? Что бы что. В этом году, мне кажется, я совсем, у меня совсем головой проблемы начались. Я постоянно чувствую себя обожарованным. Неудаченство. Мне все кажется бессмысленным. Ведь миссия умру. что, ну, правильно, вы свои желания подавляли. Вот. Подавляли, подавляли, подавляли. И вот, собственно, это привело вот к тому, что, что вы перестали хотеть вообще всего бы то ни было. То, что вы описываете, да, это депрессивное состояние. Мы все умрем. Ничего не будет. Все бессмысленно. Все бесполезно. Ведь, а правильно, действительно, все бесполезно. Действительно, все кажется бесполезным, потому что ваше желание не реализуется. Понимаете? Действительно, все кажется бесполезным. Это правда. Для вас. Понимаете? Для вас это действительно, действительно, действительно так. Тут даже вот, вот, не нужно, как бы, подавляться, что-то придумать. Вот. Я верю в то, что для вас это так. И чтобы это перестало быть таковым, нужно вновь вспомнить о своих желаниях. Вновь говорить о том, что вам не нравится, что вы не хотите, и, понимаете, какие-то решения. Вот. Именно адекватные. Вот. Именно потому что вы так хотите, а не другие люди. Дальше. Так. Если в том году я чувствую постоянное одиночество и опороны от близких, то теперь меня вообще разражают абсолютно любые люди. Ну, просто состояние усиливается. Состояние усиливается. Вот. Я стал нервный очень. Да, это тоже желание, так себя выражают. Вот. Короче, подсознание ваше посылает вам сигнал о том, что вы, ведете себя как-то не так. Как-то вот, знаете, что-то не так в вашем поведении. Вот. Что-то, что-то вы делаете неверно. Вот. Это вот так выглядит. По крайней мере. То есть это нормально. Это нормальная такая вот позиция. Состояние. К сожалению. К сожалению. К сожалению. Вот. С мамой поговорить не получается. У нас были близкие отношения, когда я пытаюсь описать ей свое состояние. и она мне, как бы, поговорить не накручивая себя на этот совет, вообще не работают. А-а-а. Очень важно понять. А-а-а. Что значит не работает? То есть не работает в каком смысле слова не работает. То есть одно дело вы там, например, пытаетесь сделать то, что делаете, да, то есть пытаетесь сделать то, что вам, например, говорит, ну, та же мама, та же мама, например. Одно дело, если вы пытаетесь это сделать, другое дело, если вы этого не делаете, то есть если вы не пытаетесь накручивать, или если вы не накручиваете, а просто делаете то, что хотите. Ну вот. Это с одной стороны. С другой стороны. С другой стороны. А-а-а. Какой смысл? Какой смысл? Описывать свое, свое состояние. То есть мы описали вы свое состояние, ну и что дальше? По факту. Что дальше? А ничего, по факту ничего не изменилось. Вот как все было, так все осталось. Правильно? Правильно. И что мама может сказать? Ну ты бросай учебу. Так она не может это сказать, потому что это вам решать. Вы можете сказать маме, что не хотите больше, например. Ну, что вы не хотите больше заниматься тем-то, тем-то, тем-то. Допустим. Вот вы маме можете это сказ-сказать. Но вы этого не говорите. Вы этого не говорите по-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. в итоге вы боитесь с ней отношения разрушить, но в итоге отношения вы с ней разрушаете всё равно, как видите. То есть, помните изначально, для чего вы это делали, чтобы родители были довольны, да, изначально вы это делали, чтобы родители были, ну, чтобы родители было хорошо, вот. А по итогу им, им, им по итогу не хорошо, им по итогу очень не хорошо, потому что, ну, потому что вы злитесь, да, мама не понимает, что происходит, что вы от неё ходите, а вы об этом не говорите. То есть вы ожидаете, что она сама поймёт, а она не понимает. Она не понимает и не может понять, и это тоже, к сожалению, нормально, что она не может понять. Потому что человек, вы взрослый, вот, уже, и по разумению мамы уже знаете, чего хотите, вот, понимаете? А, получается, 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 что нет, получается, что не знаете, чего хотите. Ну, так получается. В итоге я длительно говорю, что со мной происходит непонятно, и если возможно, что невозможно разговаривать, я цикрую ещё больше и бросаю трубку. Вот так заканчиваются все подобные, подобные разговоры. А подруги просто говорят крепись, я понимаю, что они хотят меня признать, но то, что я креплюсь, проблемы не решают. А в чём проблема, Наташа? Вот в чём проблема? В том, что вы разрешены? Да, это действительно может быть проблемой для вас. Да, так оно и. А как вы готовы проблему-то решать? Знаете, в чём дело? Как вы готовы решать проблему, которая есть на данный момент, вот, сейчас? Что вы готовы делать? Вы готовы отказаться от того, что вы вот, ну, от того, что вы делаете, например, сейчас? Готовы отказаться от вот этих вот, ну, действий, которые вы, значит, сейчас совершат. Готовы пересмотреть свои позиции прямо сейчас, начать что-то делать для удовлетворения своих желаний? Готовы признаться себе честно в том, что вы хотите? То есть вот прямо вот честно-честно-честно себе ответить на вопрос, что я хочу конкретно. Вот. Габола? Если да, то вот вам первый шаг. Вторым шагом станет взятие ответственности, то есть перестаньте нести ответственность за других людей и действуйте только исходя из своих интересов, как поступает взрослый человек. Ну, любой взрослый человек, ну, в первую очередь, ну, вот. То есть берите ответственность на себя за то, что вы хотите. Имейте имущество поменять свое решение и встретить неодобрение родителей. Да, неодобрение родителей. Неодобрение родителей, и это нормально. То есть неодобрение родителей, это нормально, они должны все одобрять. Вы, вы, соответственно, должны встречать гнев на своем пути. Сопротивление, сопротивление должны встречать, это нормально все. А вы такое впечатление, что этих всех вещей боитесь, а значит не растетесь. Ну, и понятно, что ваша привязка к родителям, да, она явно выше средней, выше необходимой, потому что, ну, слишком, 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 слишком сильно вас родители волнуют. То есть вы не отделились от родителей, вы, по-прежнему, очень ими дорожите, дорожите ими больше, чем нужно дорожить. Вот так я бы сказал. Знаете, какая история? А так быть все-таки, ну, все-таки, так быть не должно. Вот. Правильно? То есть все-таки, все-таки. Родители, они сейчас уже, ну, в большей степени от вас отдалились. Сейчас вы уже сами, вот вы сами, да, живете, вы сами взаимодействуете, вы сами идете по жизни. Вот. Если родители складывают, это их выбор. То есть, позвольте делать выбор себе и позвольте делать выбор другим. Вот. Я думаю, так еще можно вам поставить вопрос. То есть, понятно, что сейчас вы этого сделать, ну, скорее всего, не можете. Понятно. Все понятно, что сейчас, скорее всего, у вас нет ресурсов для того, чтобы это делать. Но это, опять же, ничего не значит. То есть, это не значит, что вам не нужно это делать. Не значит, что не нужно стараться. Вот. Почему вы испытываете вину перед родителями? Вот вид вину, да, чувство вины от чувства вины. И нужно, в первую очередь, освободиться. Вот. То есть, отделить себя и то, что вы хотите, от других, и то, что другие хотят. Понимаете? Тогда и депрессивного состояния такого у вас не будет, и вы пойдете на поправку. А другое дело, что от депрессивного состояния избавиться не так просто. Вы должны нужно включить свои эмоции, включить свои чувства и что-то делать. Не описывать свое состояние, да? Вот вы описываете состояние своей маме, для чего? Что вы хотите получить в ответ? Какую обратную связь вы ей хотите получить в ответ? Что вам нужно в ответ? Вы можете сами ответить на этот вопрос? Что вам нужно по итогу? Что вы хотите, чтобы мама сделала? Вы же не знаете. Потому что, если бы вы знали, вы бы сказали. Но вам чего-то хочется, раз вы злитесь. Раз вы злитесь, раз вы недовольны, вам чего-то хочется. Вот. Просто заявите об этом маме, чего вы хотите, и все. По сути, по сути. По сути в этом все дело, это не сложно. Главное начать. И не бояться чувства вины, ну точнее определить, отделить чувство вины. То есть отделить адекватное чувство вины, да, от деструктивного, которое вы испытываете сейчас. Вот. Ну и, возможно, уверенность в себе. Самое слово. Вот. Уровень вашей социальной адаптации, да, он для меня остается под сомнением. То, что вы вот говорите, что у вас адаптация тяжело проходила и так далее. Вот это вот, конечно, меня несколько настораживает. Вот. Несколько настораживает. То есть, так точно быть не должно. Тут точно есть проблема с уверенностью в себе. Возможно. Вот. Но это нужно разбирать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарным, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго. И удачи. Идя. Bye-l Ё-т. Продолжение следует...